Здравствуйте, здравствуйте! Второй день подряд большой футбол на Фиште в Сочи. Но сегодня, в отличие от дня накануне, дня кубкового в мужском российском футболе, здесь хозяйничают женщины. Национальная сборная России под руководством Юрия Красножана проводит очередной товарищеский матч. И сегодня на Фишт пожаловала не какая-нибудь секция мягких игрушек, как в случае недавних соперников мужской сборной России, а в соперниках крепкая команда-участник серьезного уровня европейского отбора и европейской лиги нации, в том числе команда Азербайджана. На самой линии штрафной, или даже, может быть, на линии, а значит, это уже внутри штрафной площади. Но Надира Мерзоева не увидела криминала, и ассистентка ее, она все-таки была далековато, не отреагировала. И вот ответ российской команды. И кто? Валерия Хохлова пыталась замыкать, а вот Киру Петухову сразу выставил в стартовом составе Юрий Красножан, оставив в запасе Наталью Маршину. И вот он первый гол. Вот так поджали, вот так заставили ошибиться. И, конечно же, это Марина Федорова. Марина Федорова. Наш 17-й номер, как я проанонсировал ее появление в сегодняшнем матче, одного из центральных, несомненно, персонажей всей российской женской суперлиги. И, извиняется, Айтад Шарифова перед своими подругами по команде. Смотрим, как это все произошло. Все достаточно быстро действительно случилось. Нигер Мерзоева отыграла мяч на своего вратаря. Та под давлением сразу ошиблась. И вот она, Медея Жаркова оценила ситуацию в какие-то мгновения. Ну, а потом настал черед квалификации к чемпионату Европы. И там уже Азербайджану было значительно сложнее. Да и соперники были сильнее, объективно говоря. Падение Киры Петуховой. Штрафной. И, честно говоря, не похоже, что без контакта Кира падала. Смотрим мы повтор и понимаем, что, кажется, Надира Мерзоева просмотрела нарушение правил. Очень даже необычными, красивыми именами. А вот это, как вам, передача, разрезавшая оборонительные построения Азербайджана. Удар! И, кажется, Айтад Шарифов чувствовала, что мяч проходит мимо. Тем не менее, это было неплохо от Кристины Комиссаровой. Вот эта передача, конечно, просто блеск. Смещалась Кристина в центр. К ногам кудесницы Марины Федоровой великолепно просто выглядит на фоне сегодняшних соперниц. Отличная передача в штрафную. Надежда Смирнова. Но там было непросто. Сразу две соперницы были на ней. А вот и Медея Жаркова. Удар! И все, уже только умаляющий взгляд. Айтад Шарифовый. Но, как показывает практика, этот взгляд сработал. Промахнулась Медея. Это вам, конечно, не греческая мифология, где Медея ни однажды, между прочим, не промахнулась. Но это уже, конечно, совершенно другая история. И никто так и не решается, да, на передачу вперед. Под это дело и звучит свисток на перерыв. 1-0. Итак, 1-0. В противостоянии России и Азербайджана. Россиянки с центра начинают. И тут же, посмотрите, пятерка игроков бросается вперед. Лешкова. От нее, вот, например, не видим совсем подключения, но у нее сегодня и роль совсем другая, нежели в ЦСКА. Сегодня она играет правым центральным защитником. Ох, как здорово принимает Яна Свистунова. И вторым касанием все, как нужно, сделала нападающая, вот только-только появившаяся на поле. Яна переживает свою неудачу, но надо признать, что и Айтад Шарифова сделала все по уму. Ей нужна передача решающая. Азальмиева решает пить. Попадает в соперницу мяч книжа. Отскакивает еще одна попытка. Еще один виток развития событий у чужой штрафной. Направо. И вот, да, истосковалась под подобным подключением, мне кажется, Юлия Плешкова. Растворяют опасность атаки. Какой неожиданный рикошет. И это передача на дальнюю штангу. Есть подбор. Передача к линии Вратарской не успевает. Выбивает здесь Яна Свистунова. Да, вот такие шальные рикошеты. Вроде бы захлебнулась уже атака команды. Но назад передача. Неужели удара так и не будет? Как такая вишенка на торте в последней атаке. Классная подача. И сразу три игрока стремились на этот мяч. Но ни одна к ключу так и не успели. Яна Свистунова. В центру поля мяч выбит. И вот он, Свисток. Свисток, означающий, что финальный счет все-таки для сборной России победный. Пусть и довольно скромно, так лапидарно. С ранним голом от Марины Федоровой. Но побеждает российская команда в первом из двух товарищеских матчей. Команду Азербайджан. Команду Азербайджан